Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем передачу Тайны Вечной Книги. Глава ЭКЕВ. В следствии, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Добрый день! Говорится тут, мы уже много раз с вами говорили о том, что вследствие выполнения законов вы сможете хорошо, счастливо жить в Эра-Цесраэль. Ну, это ведь говорится не только о нашем материальном мире, хотя и о нем... О нем все-таки говорится? Конечно, конечно. Это говорится, когда человек попадает в общую систему природы, и он подстраивает себя под нее, то есть он знает все ее законы, на всех ее уровнях, и выполняет их все. То есть он находится в равновесии, в гармонии с природой, с общей, с духовной и с материальной, потому что это все одно целое. Это нам кажется, может быть, разные вещи, потому что мы их не воспринимаем еще. Мы не видим целого. Да, но мы немного чего не видим в природе. Мы в материальной природе видим маленькую часть только. Такой фрагмент, что прям стыдно. Кто мы такие тут? Вот. Так вот, когда человек настраивает себя по законам Кабалы, который объясняет нам, как настроиться на всю природу, которая вся в общем называется творец, то после этого, конечно, он получает от нее только положительные и обратные связи. То есть добрые, положительные они могут быть нехорошими. В технике это, в следящих системах это наоборот, разнобой. Так вот... Добрые в ощущении человека. Да, да, да. Добрые, правильные, хорошие. То есть так, как написано в Торе. Простым языком будет тебе все хорошо, там, жена, дети, дом, соседи, мир, страна, погода, солнце, луна. Все-все-все будет тебе светить, все будет благоухать, и ты сам будешь жить. И в течение этих лет, что ты живешь, ты будешь переходить постепенно из ощущения только этого мирового ощущения, в том числе мира духовного, вечного, совершенного. Ты будешь просто переходить из одной системы в другую систему сил. И ты не будешь чувствовать, что ты умираешь, ты не умираешь. Ты просто перерождаешься в духовного человека так, что твое тело постепенно-постепенно перестает ощущаться. А ты начинаешь ощущать себя живущим в пространстве, вечном, бесконечном, совершенном. Так вот, к этому надо прийти, к этому призывает нас наука была и вся Тура. В этом есть некоторое новое. Вы уже сейчас говорите, что это в принципе в материальном, в живом этом виде так и будет происходить. Вот так вот. Мы не говорим о работе человека внутри себя, прохода пустынь, входа в Эр-Цесраэль. Вы сейчас уже говорите о том, что так человек будет себя чувствовать. Весь проход пустыни уже был. Вышли из Египта один раз исторически и прошли это все дело. Пришли в землю Израиля, построили один храм, второй храм и так далее. Все это уже было. Мы говорим сейчас не о том, что было в истории. В истории так должно было случиться. Есть такой закон, что духовный корень должен обязательно коснуться своего земного ответа, как бы, отклика, ветви. Наверху корни, здесь ветви. И они должны соединяться между собой. Но только один раз. Достаточно, чтобы он коснулся. Все, он уже выполняет в нем эту работу. Уже есть связь. Так что нам уже не надо снова возвращаться в Египет, покупать билет туда на самолет, чтобы мы там встретили своего фараона, который сейчас там правит или что. В общем, всего этого уже не надо. Но нам надо сделать то, что осталось сделать. А осталось сделать нам это исправить себя. Так что в корне это все есть. Теперь это надо воплотить в ветвях. Поэтому мы находимся в земле Израиля. Поэтому мы находимся в эгоизме. И нам надо сейчас все это на себе пройти, испытать, исправить. Ну, все-таки я задам этот вопрос. А что же тогда означает, чтобы чувствовал человек, что как будто каждый год он выходит из Египта? Даже каждый день. Еще лучше. Каждый день даже. Каждый день. Потому что выход из Египта – это подъем над своим эгоизмом. В эгоизме у нас есть 613 желаний эгоистических, так называемых «тарьяк». Это 613 на еврейском такое название «тарьяк». И надо нам все исправить эти эгоистические желания, но альтруистические. Желания ненависти, соревновательности и так далее на связь и любовь. Вот это и называется выполнением заповедей, исправления желаний. Ежедневным выходом из Египта. И так надо делать ежедневно, потому что каждый раз человек поднимается на новый уровень. И на каждом уровне есть те же 613 желаний, но они уже в другом виде, в более сильном. И поэтому каждый день человек должен представлять себе, что он вышел из Египта и имеет право исправлять эти желания. Понятно. Ну, давайте тогда сейчас вернемся к этой главе. В этой главе Моше рассказывают народу о том, что как бы было. А вы говорите, что как бы это не о том, что было, а все воспринимается абсолютно на новом уровне. То есть он рассказывает... Это неважно. Есть такой закон, что в Торе вообще нет времени. Прошедшее, будущее, настоящее. Это все одно и то же. Все одно и то же. Ну, а смотря относительно чего говорят. Ну, вот как бы мы этому поколению говорили. До этого мы с вами в предыдущей передаче говорили о золотом тельце, о грехе золотого тельца. И вот дальше, как результат, продолжение сегодняшней передачи, он говорит. «И на Аарона весьма разгневался Бог, вожелав уничтожить его. И молился я за Аарона в то время. А грех ваш, который совершили вы тельца, взял я и сжег его в огне и растер его так, что стал он мелок, как прах. И бросил я прах его в поток, стекающий из горы». То есть каким-то образом мы с вами раньше говорили. Аарон, там, правая рука Моше. Или, скажем так, в момент, когда Моше поднялся на гору Синай, наше желание, вдруг опустился до таких... Он вынужден был это сделать, поскольку народ роптал и кричал. «Мы не можем без этого». «Дай нам на что молиться». Да. Или где этот Моше? Пускай спускается к нам и пускай дает нам с чем жить. Или возвращай нам вот это вот гипетское божество, то есть золото, наполнение в нашем эгоизме. Мы не можем жить в голом, в опустошенном эгоизме. Он требует наполнения. У меня нет ничего, чем наполнить себя. Возникают огромнейшие желания, пустые. Я хочу их наполнить. Чем? Как? Или альтрустическими занятиями, или эгоистическими занятиями. Но мне надо, мне необходимо, без этого я не могу жить. Это то, что кричит человек. А с одной стороны. И с другой стороны, действительно, это, в принципе, может их наполнить. Поэтому это делает Арон. Почему это сделано, я бы сказал, по наводке свыше? Это, естественно, все делает Творец. Что нет никого, кроме него. Зачем он это делает? Да для того, чтобы именно они окунулись сейчас вне Египта в те же египетские огромные желания свои, эгоистические. Чтобы они возродили в себе этот эгоизм. Чтобы у них было потом, что исправлять. То есть, естественно, что ничего не проходит, кроме как по воле Творца. Мы можем только ускорять время своего созревания. Но вот такие вот падения, разрушения, как вот впоследствии разрушения первого храма, второго храма, изгнания, они заранее все были прописаны в Каббале, и об этом каббалисты знали все прекрасно. Невозможно достичь полного исправления и единения с Творцом без того, чтобы ты не прошел эти состояния. Это вот состояние золотого тельца, и, как вы сказали, дай нам на что молиться. Это вообще, в принципе, ощущает каждый ученик, который долго занимается, допустим, Каббалой. В какой-то момент наступает период, когда он требует какого-то внутреннего эгоистического... Дай хоть что-нибудь. Какие-то цели должны быть, какие-то достижения. Вдруг он как подвешен в воздухе, оказывается. Знаете, те слабевшие ребята, которые у нас ушли, которые долго с нами были, они вдруг почувствовали усталость. Это естественно, и об этом пишется в Каббале, и это надо преодолевать. И это означает, что они потребовали вот этого золотого тельца, дай нам, или нет? Нет, золотой телец – это намного выше, это еще далеко до него. А эти просто слабаки, извиняюсь, что я так о них говорю. Это мои ученики, бывшие любимые ученики. Я надеюсь, что они еще вернутся. Но все-таки, конечно, грубо говоря, по-русски кишка тонка. Я говорю об этом не потому, что я такой герой, наоборот. Никакого геройства здесь нет. Просто надо быть упрямым. Что такое зубами уцепиться и держать? Зубами уцепиться, что закрываешь глаза и готов быть ниже уровня жизни и смерти. Вот все, ничего нет. Как идет, так идет, да? Затаись. И все. И тогда это самое опустошение, смерть, все, что угодно, чтобы проходило над тобой. То есть возьми какую-то механическую работу и так вот. Ты должен свыкнуться заранее, согласиться со всем, что будет. Чтобы тебя полоскали на виду всего мира. Чтобы тебе творец подставлял такие желания, такие сомнения, такие состояния, что, в принципе, никакому нормальному, здравому человеку не придет в голову, что такое может быть. И ты должен это все спокойно переносить. Причем забирается у человека разум, даются ему какие-то мысли чужие, чувства чужие, и он превращается в марионетку, которая выполняет какие-то действия. А потом возвращает ему разум. Он смотрит на то, что наделал. Или там, ну, еще вот такие вот. Ну, играются, играются полностью. Для чего? Чтобы выбить из него эгоизм. Как еще можно это сделать? Это самая главная задача, единственная, пожалуй, задача творца. Поставить человека в такие условия, чтобы он добровольно, так сказать, мягко говоря, отказался от своего эгоизма. То есть просил бы творца, убери от меня. Это чудовище. Это чудовище, да. Убери. А так, если человек приходит на занятия, то все хорошо, спокойно. Дом, семья, работа. Все нормально. Товарищи, трапезы. Там все так хорошо, спокойно. Да, конгресс. И преподает еще. Ну, тогда все хорошо. А что же надо менять? Ничего не изменится таким образом. Ничего. Он будет только требовать, но еще побольше. Но еще побольше. То есть его эгоизм только будет указывать на то, что желает еще получать. Почему же нет? Поэтому настоящая духовная работа, она начинается с того, что человека просто унижают, чтобы он пожелал избавиться от эгоизма. Но дело не в избавлении от эгоизма. Ведь таким образом он хочет просто меньше страдать. Дело в том, что он должен остаться при этом эгоизме и сказать, я готов на все на это. Только я хочу удержаться за Творца. То есть ничего пускай не меняется. Пускай Творец делает со мной что угодно. Только все время, чтобы у меня была точка соединения с Творцом. Одна точка. Не больше. Больше просить, значит, уже все. Ты, значит, указываешь на вознаграждение. Не хочу никакого вознаграждения. Только вот эта точка, чтобы было связи с тобой. И больше ничего мне не надо. А все остальное делай с этим, что хочешь. Со мной, с моим телом, с моим разумом, со всем. Только вот точка связи. Вы сейчас рассказали, такой стандартный путь. Действительно, человек учится, человек преподает. Человек с товарищами, человек с трапезами и так далее. Вы сами все время говорите, что так или иначе, все равно двигаться по правой линии, на большее соединение. Он двигается, двигается. А Творец в свое время даст. До тех пор пока, да. До тех пор пока не начнет. Надо переходить на следующую ступень. Не начнет, да. Но это в зависимости от того, сколько он вложится. Ну вот здесь есть такая обороне, вы сказали. А здесь говорится еще вот о чем. Взял я и сжег золотого тельца в огне и растер его так, что стал он мелок, как прах. Да. Что вот это означает? Растереть так. То есть, это значит, все эти эгоистические желания, которые были в золотом тельце, они потеряли свои основные формы и стали таким образом способными, готовными на исправление, на смешение с торой со светом, который сейчас будет приходить и исправлять. То есть, до сих пор они в моих глазах казались божеством и вдруг ничто. Они были в виде божества, в виде всяких украшений, башков и все, что угодно. Это было вынесено из эгоизма. И сейчас это все превратилось просто... Поэтому весь этот тельце и вообще все, что делается в торе, делается правильно. Это все должно быть. И человек должен через это пройти. Иначе у него не будет своего ощущения и осознания Творца. Он не сможет стать таким, как он. Понятно. И вот еще один вопрос. «И бросил я прах его в поток, стекающий из горы». Ну, это уже свойство бины, которое нисходит из горы Синай. И с которой надо смешивать этот эгоизм для того, чтобы получить соединение бина и малхут. Чтобы достичь уже цимцума бет. Это особое сокращение, особый симбиоз свойств, отдающих и получающих, когда вот эти вот свойства совместные, они уже начинают быть готовыми к исправлению, к постепенному, последовательному исправлению в течение так называемых сорока лет. Вот так вот, если уточняю, то все-таки это поток стекающий с горы. Стекающий с горы, да. Не то, что малхут поднимается. Свойства бины, куда подняться, они же стоят внизу, в самом подножии. Невозможно никуда подняться, нет этих сил, нет ни капли духовных свойств. Именно вот этот поток, который стекает, он начинает смешиваться, это великое милосердие Творца, когда он отдает свою силу на то, чтобы смешаться с эгоизмом человечка. Для того, чтобы потом... И начинать его поднимать. Поднимать. А от человека требуется как бы делать потом... От человека требуется закрыть рот, сердце, глаза и желать только одного, быть включенным хотя бы одной точкой в этом потоке. То есть, считай, вот сейчас мы правильно разбирали вот это. Знаете, я вот очень сожалею, что я в свое время пропускал какие-то моменты. Вот я вижу, как это все очень... Этих там моментов вся книга, ты понимаешь. Да. На Тору можно написать тысячи, тысячи томов, и все равно... Ну, что, я надеюсь, с Божьей помощью мы еще уточним кое-что. Что я хотел сказать. Вот пять строчек мы эти прошли, еще раз, если можно. Для чего он это все им рассказывает снова и снова и снова, Моше? Для того, чтобы сейчас, перед тем, как они входят уже в землю Израиля, они поняли весь путь, который они прошли, что они подготовили для того, чтобы войти в землю Израиля. Потому что, начиная с границы земли Израиля и далее, у них будет работа с тем же эгоизмом, с тем же золотым тельцом, со всем с этим, с вторым сокращением с этим, которое произошло в смешении золота в этом потоке и так далее, они должны будут сейчас, как сказать... Перекапывать это. Да, как бы это все перекапывать. То есть он говорит, что это притаилось в вас, и сейчас вы должны будете все это поднять и превращать в храмы. Вы обрели за 40 лет пустыни свойства Бины, кроме свойства Малхут, которое у вас было в Египте, а сейчас вы начинаете с этими двумя свойствами работать, не просто работать, а работать на получение ради отдачи. То есть это уже земля Израиля, то есть когда вы перерабатываете землю, пахаете ее, пашете ее, и вот получается у вас тогда плоды земли. Можно сказать, что путь Тора, это такой пассивный, можно сказать, путь, или нельзя такого сказать? Это пассивный путь, если мы не понимаем, какие действия мы должны делать над собой. Поскольку нет никого, кроме него, то в итоге все делает Творец. А мне ничего не надо делать. Мне надо только соглашаться с тем, что он делает во мне, и пытаться быть все время в унисон с ним. Но когда мне надо все работать в унисон с ним, тут уже моя работа начинает быть очень непростой, сложной, составной. И где здесь часть Торы? Согласиться? Вот это часть Торы, да? Нет. Согласиться? Это не только согласиться. Согласиться – это начальная точка. Согласиться с тем, что существует только Творец, Творец, добр, делающий добро, и после того, как он творит одно добро, мне надо теперь исправить себя, подставить себя под его воздействие так, чтобы мои свойства действительно стали такими, чтобы я чувствовал внутри них его личное действие и только доброе. Это до входа в РЦ Сраэль, да? Я именно имею в виду вот эту часть, именно пятикнижие. Это и до, и после. Нельзя так, да? Нет, есть только разница в мощности, с которой это делается. Или это делается в свойствах отдачи, или это делается до входа в землю Израиля, или это делается уже в свойствах получения. Когда перерабатывают. Это уже ближе к построению храма. Ну, вот Муша продолжает. «Строптивы были вы перед Богом с того дня, как я узнал вас». Вот это вот меня фраза очень интересует. «Как я узнал вас». Что это означает? «Строптивы были перед Богом, как я узнал вас». Ну, с тех пор, как его призвали командовать ими. Муша, когда он пришел и познакомился с тем, ну, не знаю, табором, который должен вывезти из Египта, то, конечно, это был еще тот подарок дворца. То есть тогда, когда один закладывал другого, да? Ну, там все, там абсолютный эгоизм, который прорывался с каждой точки, откуда только мог. И надо было все эти взаимоотношения улаживать, сравнивать, сдвигать вместе и так далее. То есть, чтобы люди между собой в группе, так называемой, потому что эта группа, она только так может выйти из Египта, чтобы они все вместе согласились на это и представили себе будущее состояние, к чему они идут. Они же не выходят физически из Египта в Синай. Они, эти люди, они выходят из своего эгоизма, расстаются с ним, поднимаются над ним. Поэтому строптивы они были в этом своем эгоизме. Да, конечно, эгоизм тут дает себе всю свободу действий. «И падал я ниц перед Богом в те сорок дней и сорок ночей, что падал я ниц, так как Бог решил уничтожить вас. И молился я Богу и сказал Господь Бог, «Не губи народа твоего и удела твоего, который избавил ты величием твоим, который вывел ты из Египта рукой мощной. Вспомни рабов твоих Авраам и Сака Якова, не смотри на упрямство народа этого, и на преступления его, и на грехи его». Вот это вот сорок дней падания ниц перед Богом за народ, который такой жестоковый, и так далее, и так далее. «Не губи народа твоего», и так далее. Это все время как бы в муках этих защищает этот свой народ постоянно. Потому что это свойство Мушея, свойство Бины, потому что только у него из всех существует связь с Творцом. Это свойство, которое внутри нас. Это свойство, которое мы сегодня пытаемся создать в связи между товарищами в группе. Это свойство, которое спасает нас, свойство связи. В какой момент мы падаем ниц перед Творцом? Можно сказать, во внутренней работе нашей? Конечно, когда я принимаю на себя, что все, что делается, делается им к лучшему, и согласен себя принизить ниже всех действий, которые он думает через меня провести. Это значит, что я падаю перед ним ниц? Да. То есть я согласен абсолютно на все. Это считается очень высокая ступень. А что означает, только бы не погубил он народ свой? А что бы, если я не буду этого делать, то я не смогу исправить ни одно из своих 613 желаний. И поэтому, то есть не смогу выполнить 613 заповедей. И поэтому это и называется погубить свой народ. А что означает вот это восклицание, вспомнить рабов твоих Авраама, Ицхака, Якова, постоянное? Потому что, ну, это не рабы в Египте, это не рабы фараона, это рабы Творца. Да, рабов Твоих, рабов Твоих. Это про отцы, которые заложили основу трех линий в нашей душе, и таким образом, благодаря их заготовке в нас, мы можем двигаться дальше. Это и говорится, не забудь их. Они держат постоянно связь между народом и Творцом. То есть это как бы просьба дай нам возможности, типа этим, последней этой линии, да, которая как бы Яков и его продолжение. Это постоянная просьба только об этом. Да. А все время существует отклонение, постоянное налево. Это исправление. Так и должно быть. То есть человек должен радоваться, когда на него падает чего-то такое сильное, серьезное. Значит, дослужился до такого состояния, когда сейчас может принять на себя дополнительную нагрузку и, естественно, дополнительную связь с Творцом. Это интересно. Всегда меня мучил вопрос. Я могу вам придумать массу драматических состояний, в которых мы можем войти и оказаться в этом тупике. Ну вот, грубо говоря. Почему тупике? Ну, не в тупике в таком, на выборе каком-то. Ты ждешь, что к тебе придет это состояние. Ну, ты его не ждешь, но оно приходит. Ну, в принципе, мы сами можем его вызывать. Сами можем вызвать это состояние. Ну, что-то такое, провокацию какую-нибудь. И тогда почувствуем себя в тупике. И тогда сможем, как бы, знаете, работать. Посмотрим. Я лично не вижу таких состояний, которые человек может сам... На себя вызвать. Да, сам вызывать. Даже, может быть, более того... Провоцировать. Не называть, а провоцировать. Я этого не вижу. У творца существует свой план, свои точки. Заготовки. Такие реперные, да. И он по ним работает. Очень четко. Потому что все это состоит из десяти сфероз. Пяти порцуфим, 125 ступеней, 613 желаний на каждой ступени и так далее. То есть все отградуировано, все установлено сверху вниз. И снизу вверх мы можем подниматься только по этим же законам. Ну, вот у нас немного времени осталось. Но я хочу вот еще... Есть постоянная фраза, которая повторяется, как бы, знаете, как ультиматум творцу. Моше говорит, чтобы не сказала страна, из которой ты вывел нас по неспособности Бога привести их в страну, которую он обещал им. И из-за ненависти его к ним вывел он их, чтобы умертвить их в пустыне. А ведь они народ твой и удел твой, который ты вывел великой силой твоей и мышцей, простертой твоей. Чтобы не сказали там, что вот он их вывел, чтобы уничтожить в пустыне. Вот зачем вот этот вот такой вот трюк? Политически, да? Да, политически. Он такой, как бы, говорит, ну смотри, тебе же хуже будет. Скажут о тебе такое. Вот что это у нас такое за обращение к творцу? Ну, как бы, это объяснить попроще, не знаю. То есть, это когда человек, у него есть возможность смягчить отношение творца к нему и таким образом пройти в более плавном виде некоторые препятствия. А он не согласен на это. Так. И он возражает, на самом деле возражает. Человек. Да. Он хочет проходить их в самом истинном своем виде. чтобы потом его же сам эгоизм не возвратился к нему и не стал, как бы, доказывать, что можно и немножко смахлевать. Можно немножко и как-то переделать, и не обязательно делать все вот так вот дотошно и по самому крутому разряду, что ли. Да. Это встречается на каждом шагу, поэтому не раз ты это встретишь, такие вещи. Но человек знает, что делать. Когда он уже получает возможность таким образом работать, у него нет сомнений. Нет. Это просто возникает всегда такая точка принятия самого жесткого решения. Понятно. Спасибо большое. Мы будем продолжать еще эту главу. У нас не так много осталось. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Двигаемся мы, кажется, с Раэль вместе с вами и доктором Лайтман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова